Hello everybody, hi my students, hello friends. Мы вступили в новую эпоху. Сейчас наступает первый год новой династии японских императоров. Старый император Акихита оставил свой пост и вместе с дорогой займутся самими собой, а на свой пост своего старшего сына. Ну, поскольку у них вот этот сын-то единственный, да? В принципе, да. Нет, есть еще, как говорится, да? Ну, мы об этом поговорим. Во всяком случае пусть передан кому? Нарухиту. Вот теперь он такой император Японии. Ну, у них как? Имя Нарухиты это пока он живое, а потом вечное имя присваивается, вечное личное имя на все времена, да? Так как вот предыдущий дедушка его был император Сёва, он Хирохита. Вечно имя было его дано Сёва. Это последний император, который имел какую-то реальную власть в Японии. Ну, Хирохита уже не имел такой власти, да? И полностью там премьер-министр Козырне его во многом. Так вот, Нарухита, он с шестидесятого года рождения, следующий год ему будет круглой дата, шестьдесят лет. И вместе со своей женой, которая тоже уже за пятьдесят, значит, пятьдесят семь будет. Сейчас пятьдесят шесть, видимо, да? Исполнится в двенадцатом месяце ей. Пятьдесят шесть ещё. И вот Масако, её имя, это наследная принцесса Японии. Масако, да. Вот они, вместе муж и жена. Проблема в чём? Ну, император император, но перспективно должна быть, а у них единственная дочь, вот эта Айко, да, принцесса, наследная принцесса Тоси. Вот эта Тоси принцесса, она 2001 года рождения, восемнадцать лет только исполнилась, но ещё не в этом проблем. Ещё Нарухита заявил, что он не может возить свою жену по всему миру, он любит ездить по приглашению. Вот он уже посетил пятьдесят с чем-то с лишним стран, а сейчас вот с женой не может выехать, потому что у неё депрессия, тяжёлая депрессия. Ну, сидит, схватившись за голову, он не знает, как вывезти из этой депрессии. Ну, причина депрессии-то, конечно, с Пифагором-то мы разберём, и как выйти из неё, это, допустим, очень просто. Потому что она училась в Москве, это вот принцесса, то есть новая императрица-то, да, Масако. Она училась в Москве и посещала даже детский садик, кто-то закончил детский сад, прекрасно разговаривает по-русски, поскольку она дочка посла Японии, он был тут послом в Японии в Москве, потом в ООН был послом Японии. Вот таким образом. И депрессия-то почему? Потому что, ну, во-первых, не родила наследника, никакого мужского пола, да? Ну, а во-вторых, вот, скучает по России. И вот этому императору новому надо, наверное, что-то посоветовать, пусть он её приведёт в Москву, посетит она свой детский садик, где она раньше была, увидит деток там, который существует сейчас и повстречается с детками, побывает в России, отдохнёт, ну, может, поживёт, поживут тут вот. Тем более, что, если смотреть археологии СССР, было многотомное издание, 20 томов, ещё при советской власти, в конце советской власти было выпущено 20-томное издание археологии СССР. И там, среди прочего, написано, что обнаружено много артефактов, которые показывают то, что вот древние японцы жили на территории московских вот этих болот около реки Москва-реки. Артефакты свидетельствуют об этом результаты раскопок. Поэтому вот это вот, древние, так, и песняков наших наслушается, русских народных, а то всё там, наверное, тоже иностранщины. И вот выйдет она постепенно из этой, конечно, посетит там 57-й километр, в Казачкову дачу и всё такое прочее. Значит, ещё в чём причина? Мы давайте вот ретроспективно пойдём. Возьмём вот Нарухита, да? Нарухита. Вот, японский, он с 60-го года. Белая металлическая крыса, он агрессивный. Ну, там уже он угоняет, вот она у него в депрессии. Агрессивный. Сумма у них у всех, у императоров, у японских очень низкая. Ну, сравнительно низкие, 12. Не для великих таких людей. Приведённый деструктор минус один. И видите, у них из древней идёт эта вот рептилоидность-то, да? Ну, простые люди в императорах не ходят. И вот этот треугольничек из нулёвок, он периодически по матрице по-всякому поворачивается, разные места занимает. Мы видим, что харизматический, конечно, человек, очень договорчивый, разговорчивый такой, юмористы, аналитический, к науке приспособлен этот человек. В общем-то, положительный в семье-то он положительный. Видите, сделал предложение, это не какой-то там девушке 18-летней, а 29-летней уже такой, которая закончила все ходы и выходы в институты, в школы, все закончила. И была уже девушкой такой, уже перезрелой, да? Вот. Что ещё можно сказать, что... Ну... Всё-таки матрица, она характерна для японских вот этих императоров. Потом посмотрим ретроспективу. И вот он принцессу себе выбрал, да? Вот эту Масако. Вот она. У неё даже сумма-то 13 повыше. И критические умы. Плюс у неё характер генеральский. Ей надо было императором, но она не может под управлением, как говорится, вот, такого человека идти, и у них, видимо, несовместимость по... Тем более, видите, к семье какое отношение. Она лучше будет с друзьями проводить время, чем в семье. Но в Японии это сейчас раньше не принято, и сейчас вроде не принято. Жена должна дома сидеть, вот, ждать, когда муж придёт. Вот. И ей не вырваться никуда, не в компанию. Ну, видимо, она раньше отрывалась хорошо, потому что с этой единицей она всё время в компании друзей была. Здоровье-то у неё хорошее было. Ну, это испортил брак. Вот этот испортил. Значит, соотношение в браке. Плюс к тому, вот, не знаю, где они взяли вот эту вот Айку, принцессу Айку-то они. Потому что у неё нет генетической связи с матерью. Всего в одной клеточке, вот этой, на месте восьмёрки треугольничек. Это я показываю связь с матерью и её вот Айке. А вот этими треугольничками, это связь с отцом, треугольничками чёрненькими. С отцом у неё хорошо, тут вот три в основной матрице и три в вспомогательных. Ну, это три, это достаточно для, в принципе, недостаточно тоже. Но это говорит о том, что они вели самостоятельную отдельную жизнь уже до должностного возраста. И, как говорится, у них это свободно видать было, да? И в результате они уже не первой свежести заключили брак. Брак состоялся 9 июня 1993 года. То есть они уже 15 лет как в браке уже состоят, да? Вот, что характерно, вот это и говорит о том, что генетика Пифагора, вот мы её изучали, у нас ей плейлист есть, генетика Пифагора Кюри. Что если влияние отца на дочь будет большое, а у матери меньше, то вот так получается, что вроде как бы они имеют эта волновая генетика уже, там и Горяев и всё прочее, вот сюда вот она, видно, подметается. То есть люди вошли в брак не первой свежести уже. И вот и папаша с мамашей его, Нарухита, вот этот, который оставили престол, вот таких-то, да, в отставке, император в отставке, да, как у них называется. Он с 1933 года рождения. Ну, до 19-го года, смотрите, сколько он, ему уже лет и лет. Голубой водяной петух, ну, это воинственный такой человек, да, и очень талантливый. Сумма 13, видите, неплохая сумма, дельта минус 5, критик. Харизма у Калининской, харизма, ну, ему не давали управлять, потому что премьер-министр Козырнея и вот эта военная хунта, сёгуны эти, они превалируют над императором, начиная с императора Сёва. И вот вклад, значит, в Нарухита, вклад, какой он вложил, этот папаша, Акихита. Он вложил, вот, шестёрка вместо восьмёрки и вместо семёрки. Вот эти три места он вложил у них общие. Шестёрки и вот две натянулёвки. То есть он вложился. А мамаша, вот она императрица Митяко, императрица Японии, она с 34-го года, на год моложе. Ну, у них полное сочетание, как говорится, вдвоём они бегают трусой. Сумма 11 и дельта, видите, она хранительница. И у неё уже вклад в Нарухита. Вот хороший вклад, то есть четыре клеточки совпадают. То есть четыре от матери и три от отца. Это вполне говорит то, что они нормально вступили в брак и, как говорится, в более свежем возрасте родили этого Нарухита. А вот племянник. Вот мы его пока рассматривать не будем, Фумихита. Он будет претендом, если Айка уже отставили, а если они не родят ещё кого-то, то он будет претендентом. Он младший сын ещё аж, по-моему, предыдущего, то ли Сёвы, да? Да, Сёвы. Вот. Или... Да. Нет, он брат этого вот. Второй сын Айкихита, да? И он будет претендовать уже на следующий этот престол. Ну, мы рассмотрим вот таких это, который сейчас покинул престол, кто у него-то родители. Вот это был знаменитый император Сёва, который был чужой, в принципе, появился как чужой. В очень интересной семье Япония находилась на переломе в эпоху Тайсёв. Вот этот Сёва. Я его назвал чужой, потому что у него, ну, совершенно вот эти нулёвки, они не вписываются в этот императорское родословие. А вот эта вот батарейка для тёмных сил, 4 двойки, очень большой деструктивный характер, сумма 12, правда, императорская сумма, да? Ну, и остальные так, ну, Распутинский обычный, такой эгоистичный характер, здоровенький такой он долго поправил. С девятого первого, ну, агрессивно очень, белый металлический бык, он даже против мамаши выступал даже с 13 лет. Вот, вот, этот его отец, посмотрим, смотрите, ничего общего с ним не имел, вообще никакого вклада не вложил этот Тайсёв. Видите, одна клетка только совпадает в районе пятёрки, вот где должна быть пятёрка. И вот этот его отец, император Йосихита, ну, вечное имя получил Тайсёв, потому что его нету, и он родил Сёву. Ну, он, не он, конечно, как видим, ещё совсем не он. У него было слабое здоровье из детства, он в детстве, блин, видите, сумма 13, хотя дельта минус единица, генеральский такой характер у него. Так, если бы он не болел, у него прекрасная матрица, и такой две восьмёрки у него. Вот он под управлением непорядочных людей шёл и заболел, и болел он в детстве, а потом у него, когда уже он стал императором, у него обострилась эта болезнь, и фактически он не правил, а чисто номинально, а была вот императрица. Императрица, в данном случае императрица Таймэй. Вот она с 1884 года, тоже сумма 13, дельта минус 3, так бы у них было всё в порядке. У них, вы смотрите, как и прекрасное совпадение по, как говорится, по физической близости совпадения. Нету никакой мизантропии, то есть это люди были, да? И вдруг неожиданно среди этих людей, вот вроде бы они мать-отец, да, появляется человек чужой. У него, это кредки с предыдущим, кого он родил, а вот эти треугольнички с матерью, всего два треугольничка, а с отцом один. Ну, то есть он не их сын Сёвый этот оказался. А чем отличался Тайсёй Исихита? Поскольку он был болезнен, ему уже было не под силу тянуть вот эту вот, там 36-41 наложницы должна быть, ну, у нас они назывались фрейлины, да? Фрейлин, свободной линией, то есть они свободно к ним заходи и пользуйся там ихними услугами и сказками, и ласками. Вот, и у императоров Японии там официально было, вот, ни у кого нельзя, а вот у них можно. То есть не можно, а даже нужно. А почему? Потому что в основном в древности эти императоры Японии чем занимались один? Они занимались чем? Ну, что-то изучали, толковище, за этим делом, рисовая это водка, сакё и всякая такая закуска, экибана, чайные церемонии. И наложницы, ну, если 41 наложницы, выпил, закусил, а куда-то наложницы. Поэтому они на протяжении многих столетий, они жили очень коротко. Так же, вот, и последний был Тайсё, он прекратил эту полигамию. Полигамию прекратил, постановление принял, вот, одна жена и всё. Ну, и с тех пор, вот, это положительное решение сказалось о том, что они начали долго жить более, очень хорошо долго жить. Вот уже Сёва, он довольно долго прожил. Вот. Надо сказать, что у Сёва, мы видим, что он чужой, этому Тайсёбу, и Тайме тоже не его, потому что, когда началась война, Первая мировая, перед началом Первой мировой войны, этому ещё 13-ти не было, Сёве-то этому, Херохи-то его называли ещё тогда при жизни. Он против мамы своей императрицы Таймы, Седеку, Седеку, он выступил, я хочу воевать, солдатиков расставлять, всё, мне нужна Первая мировая война-то, всё. Это крупный у них был раздрай, ну, в результате того, что скорости, она Таймы, это ушла на покой, ну, как говорится, на пенсию, монастырь куда-то там, и писала дневники, там 41 книгу этих дневников, всяких описаний двора. Ну, чем занимались многие императоры? Вот, ну, они же все ещё легендарные императоры Японии, где-то от 500-х, 600-х годов до новой эры идут. И первый легендарный император, он считается, что вот от богини Солнца. Вот была такая богиня Солнца, и вот она родила этого первого императора, он её ставленник первой. И с тех пор идёт вот исчисление этих императоров, вот до последнего вот императора. Ну, я говорю, отличались они тем, что у них было много наложенности, много они возлияния пьянства, поэтому сокращали очень сильно себе жизнь, потому что вот эти соблазны, они, ну, всё сладкое тоже иногда вредно бывает, да? Вот, когда его в большом количестве. И что характерно, что вот этот перелом состоялся именно в правлении Тайсё, которым единобрачие. И с тех пор вот сейчас вот они хорошо себе живут. А кто же у него был отец у этого Тайсё? Тайсё, у него отец был Мацухита Мэйдзи, император знаменитый Мэйдзи, Самодур. Вот. Ну, у него много конглитов было, 15 детей от 5 фрейлин. Кстати, императорами становились дети Фрейлин, это запросто. Их они просто усыновляли и вводили, как бы, в родство, и всё. Сумма 13, видите, дельта минус 5. Мэйдзи. Мацухита, да? Ну, матрица-то, видите, это чистый уже рептилоид. Они дальше исказались, эти рептилоиды. И вот у неё жена была, Секен, императрица Масако. Тоже Масако, да? Так же, как Масако наша, вот сейчас императрица тоже Масако. Она, значит, училась в Москве. Москва, видите, Масако, Москва, созвучные. Сумма 12, приведённая дельтой минус 1, очень много девяток. И пятёрка есть. Вот у них императрица, они более талантливые были. Вот ей открывалась истина. Хотя она шла под управлением порядочных людей. Но ей открывалась истина. Вот. Ей открывалась истина, да. Но она не могла рожать детей. Вот я и говорю, что они приняли вот этого самоволожницы, тайсё. Да и выбрали они неправильно. Видите, он оказался многоболезненный с детства. Хотя у него так четвёрка по здоровью, но ненингит он не разбирает. Можно охладить голову и получить ненингит. Под строем холодной воды засунул и всё, переохладил ноги. И всё такое прочее. Подобрали. Вот они неправильно, вот этот Мэйдзи. Поэтому у них вот не совпадает. То есть нельзя гимнатику проследить. Надо проследить вот эту наложницу, откуда его взяли. Тогда можно будет проследить. И влияние. Вот так же вот кто у Мэйдзи-то был? Камый, император Камый. Осахи-то. Осахи-то. Ну все вот они скончались. Вот 35 лет скончался Осахи-то. Хотя вот матрица у него была вообще прекрасной. Это был тоже Ленин, как своего рода, да? Вот. Этот Камый. И его вклад в этого Мэйдзи-то 3, тройка. А вот его императрица. Она имеет вклад в Мэйдзи 4. То есть это похоже ихний сын. Эйсё. Кузьё Асака. Вот она императрица. Эйсё. Ну тоже у неё она рептилоидная и всё. Это самодурка. Сумма 12. Ну дельта, смотрите, плюс 5. А у этого плюс 4. Вот казалось бы, да что вот. А вот наложится всё. 35 лет и нет конструктора. Гениального конструктора, да? Исчез. Вместо этого деструкторы поступили. Ну и так вот дальше. Смотрите. Все вот эти вот императоры, все они случайным образом там в этом. И было несколько, там 4 или 5 эпох. Они были связаны с тем, что там императорские семьи тоже менялись. Одна семью отодвигали. Но все они были связаны с пятью самыми влиятельными кланами Японии. Там есть 5 кланов, среди которых вот эти воины. Ну и низшие там вот у них там вот эти, которые мечами машут, там боевые искусства, это у них самураи, там это низшие сословия. А выше вот эти вот эти пять классов, которые и формируют в основном, из них формируется совет министров, там все основные чиновщие должности, налоги и сборы и так далее. И они поставляли наложницы на территорию вот этого дворца. Кроме того, вот как мог появиться вот этот вот сёва, который, я говорю, чужой, да? Оно, он появился очень просто, потому что раньше императрицы вот эти, они рожали в другом доме. Им нельзя было в дворце рожать, в императорском дворце, потому что сами роды и ребенок в процессе появления, он считается нечистым для дворца. И какую-то нечистоту привносят во дворец. Поэтому они рожают в основном доме, близком к дому отца, отца этой императрицы. Ну вот, видимо, чем-то ребенок там не понравился, и там в этом доме вполне могли сёва туда этого подсеять. Тем более он не похож ни тайсёва, ни таймы, даже лицом он был этот сёва не похож. А был похож он, наверное, на раввина израильского, да? Вот таким образом. Вот такая подмена пошла. Ну и всё, уже тут всё гладко, всё гладко-гладко. И вплоть до вот этого нашего Нарухита, который уже чисто тоже имеет эр-комплекс. Товарищ Нарухита. А у него уже тоже дочка. У дочки тоже эр-комплекс, но у неё нету мизантропии. Она более такая симпатичная. А они её родили тоже неизвестно как. Тоже неизвестно как рождён. Потому что матрица, если бы она была, почему может масака она так ещё, причины какие? Вот связаны вот это с семьёй, взаимоотношения с агрессивным этим, агрессивным мужем Нарухита. Хотя вид у него такой вроде спокойный, а внутри-то он агрессия и всё время в агрессии. Всё время готов кинуться. Эта женщина, видимо, она получила образование у нас. С детства всё закладывается. С детского садика. И вот у неё там противоречие произошло такое. Она, видимо, более образованная. У него-то сумма 12, а у неё сумма 13. Плюс у неё генеральский характер. Она, видимо, хочет управлять этой крысой-то. А крыса-то как не даётся, да? Попробуй, крысы управляй, она тебя загрызёт. Правильно? Вот она и депрессия тут. Полная несовместимость. Ну уж, а где они взяли эту? Вот видно, что на папу-то она, да, на папу. А маминого-то у неё ничего. И от папы-то мало. Ну, видимо, вот так получилось, что связано с тем, что влияние вот этой, как волновой генетики. То есть эффект вот этого зебры, да? Эффект зебры. Или эффект негритёнка. Когда у белой женщины рожается негритёнок, а муж у неё тоже белый. Она, оказывается, загорела на юге, там, переспала немножко, да? И он рожается, у неё генетика от этого идёт. От загорелого. Также и здесь вот могло получиться такое, что они, значит, ввели такую жизнь. Вот такую проблему у нас вот в Японии, да? Да, такая же. Какова Япония-мать, да? И с чем её едять? Вот такое краткое сообщение. Это новая эпоха будет. Это сейчас уже. Ну, с другой стороны, чем была жизнь японский император, он в любой момент там не понравился. Ну, что-то, вот, премьер-министр что-то на него давит, а он не может ничем ответить. Он сразу цедулю, я отрекаюсь, я, как бог, это свободный император на пенсии. Вот. Там специальный титул даётся по-японски. Одежда специальная, красная одежда. Вот. И на голове что-то такое. С таким хохолком. Вот, может быть, травили, конечно, некоторых императоров, там отравили, есть признаки отравления, но явно такого, чтобы улечили кого-то в отравлении, такого не было. Ну, конфликты были вот с этой воинской сектой у них, но потом вояки придавили этих императоров, и у них начались хорошие отношения, и менялись они там. Там давали императору наложницы, а император там выполнял их распоряжения и указы, угодные им указы подписывал. Поэтому взаимоотношения всегда были хорошие с этими с пяти, с пятью самыми влиятельными кланами. Вот таким образом. А что касается сейчас, вот, ну это, как говорится в Конституции Японии, что император является символом нации, символом единства нации. А премьеры, они меняются там, как положено, каждые там пять лет они меняются, переизбираются и так далее, назначаются советами, сенатами, верхней палатой, нижней палатой. Вот. То есть, власть там уже веками, на протяжении тысячелетий, она уже сложилась, и все время она менялась от рабовладельского, потом они сверху задавили эти рабовладельский строй. И первые в Японии они всю землю государства захватили. То есть, не было частной сначала у них, когда они подавили рабовладение, они землю всю коммунизировали, как говорится, у них на землю была общенародная собственность земля была, да? В отличие от сейчас вот капитализма дикого. И постепенно в связи с расслоением общества, там, феодального общества, тоже появились князья, там, эти все эти, землевладение церковное, землевладение вот этих богатеньких, кулачков и так далее, и так далее. Вот появилось расслоение, здесь уже чистый феодализм был, и потом, в конце концов, чтобы были производители, также приписали людей к земле, приписали к своему наделу. Вот гектар, вот тут записано, все, никуда не ходи. Вкалывает тут и выращивает этот рис. Как этот вот голый остров кино японское, да? Если включить, и голый остров, ну и посмотрите, что там была за работа, вот как японцы работают всю жизнь. Вот в этом кино вся жизнь японца описана, как он, что он делает. Выращивает этот рис. Сизифов труд выполняет, таскает эту воду, поливать этот рис, в гору таскает, на террасу свою рисовую. Вот таким путем. Ну, сейчас мы знаем, что вот такая система власти, она сложилась к чему? Ну, что в Японии промышленность очень производствует хорошее, да, особенно машиностроение, вот это точно машиностроение, и даже атомная промышленность, и атомная энергетика, ядерная энергетика. И также они начали уже свободу там получать производство оружия, и армия у них сейчас становления осуществляет в связи с тем, что американцы дали им послабление, ну, в противовес Китаю, естественно. Выращивание мощи Китая тут, а Японии тоже разрешили, мол, давайте, поскольку вы тут все время враги с Китаем, то вам тоже нужно кое-что. Вот. Ну, что можно сравнить? Нашу промышленность, нашего этого Чубайса, или как, может, там, Рогозин там, или кто они там еще? Ну, кто они по сравнению с японской промышленностью? Компьютерной, там, телевизионной, радиоэлектроникой, и все такое прочее, да они никто. Вот сейчас запретили ввоз всех покупных изделий, и все, уже суперджет будет, суперфигня, вот, на палочке. И уже разрешили нашим авиакомпаниям опять закупать аэробасы и эти разбоинги 370-е. Они уже по определению в Боинге, бой, бой один будет, разбой, то есть не разбой, а хлам, битое стекло с металлом. Это Боинг называется. Вот бутылки бой, там и бутылки целые. Раньше принимали. Вот и Боинг этот, разрешили опять покупать, а то запретили, у тебя даже как, но суперджет есть, но все такое прочее, все есть. И сейчас вот эти вот самолеты мы хвастаем. Сейчас недавно помер академик, вот, ну, Новожилов. Вот он Новожилов-то внес туда, хотя он, там академик это не пахнет. Он, конструктором был вот этих вот Иллов и Илюшина. Ил-76, Ил-96, там и все такое прочее, Ил-97 и все, и других Илов. Ну, это винтомоторные самолеты, винтокрылые по старой схеме. Ну, более надежные, кажется, чем эти реактивные. Но в то же время ничего там нового и быстрогодного не может быть. Вот, никакой Новожилы тут нету. И что еще? Ну, вот ракеты мы будем делать еще, Хрущев говорит, мы будем делать ракеты, как колбасу. Ну, и правильно начали ракеты делать, как колбасу, а колбасу стали делать, как дерьмо. Так вот? И хлеб, как дерьмо, да еще. Еще раньше Хрущев туда кукурузу немножко добавлял, а сейчас неизвестно, что туда добавляют, потому что кукуруза тоже не стала нигде. Вот. Вот таким вот, то есть по сравнению с этой системой управления, которая, ну, там император, ну, вот так же у нас тоже, это тут даже ЛДПР, вот ЛДП, вот, Либерально-демократическая партия, она же и в Японии, она же давно, с 50-го года была образована, это ЛДП. Только она не ЛДПР, а ЛДПЯ была. Либералы садились с демократами, и получилась Либерально-демократическая партия Японии. Вот, видимо, Жириновский их и содрал, чтобы организовать такую же систему управления, как в Японии. Ну, это нужен император. Вот он и предлагал. Давайте мы, Владимир Владимирович, будем называть вас императором. И отойдите только от управления, не болтайтесь, как ГЭФ проруби по стране. То вот, да, Дальний Восток, то, то, и суда. Сидите, возглавляйте всё. А это специалисты должны решать, не юристы. Ведь он юрист, и это его подельник тоже юрист. На букву М. Ну, на букву М. Вот, а юристы они что производят? Только законы. Что? Штампуют законы, подписывают законы, такой закон. И ещё выделение у них, система выделительная тоже работает. Выделяем столько-то, выделяем столько. Выделяем, забыли там. Воруйте, ребята, там, кто там, какой контроль. Свои же ребята-то, питерцы. Чего? Ну, воруйте сколько надо, сколько. Сможете столько украсть-то и украдите. И молодцы. Лишь бы вот нас, мимо нас не проносили, да? Вот, то есть, эти вот ребята и можно воровать, а этих можно там, эти, у Люкаева, можно и посадить, да? Для того, чтобы другим неповадно было, правильно? Вот. И мы на этом, наверное, закончим. У нас что? Выяснили мы. Что генетика-то работает, и ты, она вскрывает причины вот этих всех депрессий глубоких даже внутри императорской семьи. Кстати говоря, вот эта маленькая-то принцесса, ей надо на медика учиться. У неё две двоечки. Сумма хоть девятая, но она охранитель, её дельта ноль. Она предпочтительнее, чем вот этот вот товарищ даже, который следующий будет претендовать. У него минус три. Она охранительница, будет хранить традиции японские, хотя у неё есть тут дефект, матрица, что. И она очень революционная, да. Она может там всё на дыбы поднять. Хотя у неё вот договориться тоже со всеми. Может, и две пятёрки, у неё интуиция колоссальная, и везение в этих вазартных играх во всех. Вот такая вот у нас новая принцесса созревая, тайка. Уже вот созрела 18 лет. Вот такие дела. Вот такова вот японская культура. Она, кстати говоря, что у нас как мы возвратились, как говорит наш вот этот вот Александр Невзоров, да? Как его отчество-то забыл. Его уже по отчеству надо называть-то. Вот. И этот вот Невзоров, он говорит, возвратились в дикое вот это вот православие, как говорится, в кавычках этого разложившееся полностью. Там педофилия, там всё такое прочее, стержательство. Дикое вот это христианство. Такое же дикое, как капитализм. А в Японии там не так. Там хотя синтаизм есть, там и буддизм есть, и вот это вот Конфуция. Конфуция они уважают, тоже изучают Конфуция. Вот. Но это всего 50%. Остальные 50% вообще не отвлекаются от сегодняшних дней то, что надо делать. То есть, может, они в душе-то и это, и молятся, всё. Но про себя не показывают на людях, не болтаясь вот этими крестами, не гремя там, ничего. А у нас же как? Вот он начинает кадиром, обрядился весь в ряс, и одну рясу сменяется красную на белый, переодевается, там Пасха у него. Вот давай, народ, расходись, я пойду сейчас кругами ходить вокруг церкви. И махать кадилами, свечками там, всё. Нигде уже в мире такого театра нету. Театр абсурда, да? А потом он пойдёт свои дела делать там. Новый Мерседес осваивать там, и новый дворец в Сочи, забор подновить там, у него четырёхметровый забор, так что даже потоп не взял. Вот Сочи был, оползый, потоп не взял, его дачу. То есть, равномерное вот это сочетание духовного и материального. Как вот у нас перед революцией, почему? Потому что дошли тоже до абсурда, так же, как вот Гундяевы там, сейчас вот дошли до абсурда, и перед революцией 17-го года тоже вот такая же хренатень была. Там был вот, например, такой писатель церковный, Зайцев, и он написывал, жизнеописание давал Сергия Радонежского. И вот он там пишет, что вот Сергий Радонежский питался водой и хлебом, больше он ничего не питался. Воду и хлебом, и между тем был за двоих силен, да? Ну, мы понимаем это, к чему говорится-то, что вот там это у вас хорошо, там кушать хорошо, а сил-то у вас нет, как у Сергия Радонежского. Значит, может, у вас отнять это все лишнее-то, оставить только хлеб и воду, и вы тогда будете оу, какие здоровые все. Ну, это Бухенвальд, правильно? Вот, пропагандируется Бухенвальд, и в конце концов, эта вся система, она и вылилась. Бухенвальд, ну, называется у нас только по-другому, там, какой-то Беломорканал, или там еще что-то, вот типа такого ГУЛАГа, там, и все такое прочее, или Лубянка, там, это, ну, это Бухенвальд, то есть самое. Вот такое издевательство, как говорится над человеком, приведение его к состоянию, когда он начнет сжать траву, ему вот подсунуть все это суррогатое, суррогатина, 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 и все, и эксперименты можно ставить. Вот не знаю, как в Японии, но там тоже, наверное, ничего хорошего нету, поскольку там уже кризис, что император уже сам ушел, ну, и тоже, видимо, у них там что-то в голове-то есть, ну, более порядочное, даже императоры, не то, что вот некоторые президенты и сидят уже 20 лет, и сидят, и толку-то все нет, и все хуже, хуже, качество продукции снижается, производство на 50% упало там, и все такое прочее, и уже все, только остается стрелять, война, спасаться через войну, еще остаться, но для этого надо войну там, войну там, войну там, для оправдания, что это вот мы там друзей защищаем, врагов своих, врагов защищаем, да, как говорится, Мадуро враг Америки, вот мы его защищаем, врага Америки, это как бы против кого? Против своего народа, опять, хуже еще делается народу, то есть, у нас совесть совсем, власть потеряла, а там еще есть, они, пожалуйста, передали молодому, ну, вот, подобрал он у него, своего сына, ладно, поставил это императорам, а примеры там отдельно, они выполняют свою работу, и добросовестно выполняют продукцию, у них идет и на ура, и эти автомобили даже, сырья нету, автомобили выпускают, о как при Японии приспособилась, да, вот, площади сельхозпродуктов, площади посева сельского хозяйства в Японии, за 20 лет уменьшились, ну, примерно в полтора раза, вот, к 77 году было, примерно в полтора раза, меньше площадь посевных, для риса, чем в 50-м, допустим, году, но собирать стали, в два раза больше риса, ну, эффективность такая большая, пшеницу, вот они, у них не идет, так они ее, намного меньше стали производить, а рису стали производить больше, вот, поэтому сельхозпродукции, они обеспечивают себя, вполне, несмотря на то, что вот у них и катастрофы, катаклизмы, ткаки на них спускаются, Херосима-Нагасаки, и вот этот вот атомный час электростанции, и все время их цунами, и все время их наводнений, так уж как в Америке, но они как в антистанике встают, и опять все делают, смотрят, что у них уже опять окей, и трусы шьют для народа, носки шьют, обувь делают хорошая, она сразу не разрывается, вот, на второй день каблуки не отрываются, и подметки, и все, и как бы это, на экспорт идет, только на расхват, только давай, давай, с левым рулем, с правым рулем, это все не важно, вот такие дела, значит, новый император, ну, нам только придется, остается только что, чему-то хорошему там учиться, тем более, вот, смотришь, все императоры, с древности там у них, какие-никакие они были, хоть и молодые, один, допустим, император, 22 года помер, но он уже написал столько стихов, и дневников там написал, а я говорю, императрица, вот одна тоже, то 41 том, дневников, и не считая, что она произведения писала, и стихотворные произведения, но другие, допустим, которые в 35 лет померли императорами, один, значит, тоже писал стихи, вот он собирал, даже не писал, а собирал стихи, которые, значит, японскую все, классику, культуру, другой традиции собирал все, издавал это в виде книг, организовали они новые университеты, и могли там рассказать что-то, не мыка и не хныка, и там рассказать что-то интересное, и как одному императору там привели первый раз слона, он увидел слона, а слон взял перед императором, встал на колени, начал ему кланяться, ну, дрессированный слон, и он сразу же написал четверостише, как у них танку выкатил, выкатил против слона танку, вот таким образом, то есть, это не просто так, а какие-то артисты, которые заученные речи говорят, вот если тут посмотреть, в Ютьюбе есть, как новогоднее обращение, нашего гаранта тренируется, как его бедного мучают, там привезли его, ну, в этом, в бронепальто, надели на него бронепальто, поставили, правда, на мягкую такую, коврик серенький поставили, камеры все против него выкатили, и это все происходило на улице, правда, под навесиком, и вот там его, десять раз, вот, давайте еще раз повторим, давайте еще раз повторим, и вот он, заученный текст, повторял несколько раз, пока не удовлетворило, вот этих там, севамудых, мудрецов, ясно каких, да, которые за этими камерами, очень камеры могучие, дорогостоящие, там и экраны, телевизионные, все, можно качество, черного-белого баланса, все соблюсти автоматически, но, тем не менее, заставили гаранты это, заученные речи толковать, вот, ну, что мы, будем, Японию учиться, или Китая, ну, Китай, был подчиненный страна, по сравнению с Японией, японцы все время гнобили этих китайцев, ну, по страшной силе они их там тягали, вот, ну, а корейцы, те, корейцы, они хотели захватить Японию, ну, им дали отпор в свое время, и так далее, ну, вот, правда, за все свои художества Япония, вот, поплатилась во Второй мировой войне, ну, в первую так вот и досталось, но, не так, а во Второй уже, как говорится, по самые, врезали им за нашего лозо, которого они сожгли в топке, да, вот, то есть, есть у них и хорошее, есть и плохое Япония, плохого учиться нельзя, как у нас вот это, папы учатся плохого, они там, детишек совращают, вот это вот, педофилией занимается, это вот у нас, называется РПЦ, оно такое, хитрое, да, вот, и совершают всякие такие непотребные дела, хотя вот на словах они, вот мы должны быть такими, как вот пасхальное выступление этого самого, лжепатриарха, потому что его уже отключили, народ уже отключил, он за связи с попежниками, попежника называют, с пидорастами Папы Римского, да, он связался, и вот, значит, расстретили РПЦ, встречаются, с этими, с пидорастами, и вот за это народ уже отлучил его, от церкви он ходит, просто как, дурка такая фанерная, дуринка фанерная, и учит, учит, вот мы должны все быть такими добрыми, все, а потом вспоминается, как он этого мордовал соседа своего сверху, чтобы он там запылил его, три книжки, вот эти, мурзилки три, эти мурзилки, всякую такую советскую популярную, миллионными тиражами изданную в библиотеку, раритетную, вот, журнал «Пионер», там, «Комсомольскую правду», вот, запылил, и он многомиллионный, вот тебе и добродетель, да, самого патриарха, и когда он выезжает с охраной, с такой большой, ну, это я не буду повторять, это Невзоров все тут, каждой Невзоровской среды, он про них выделяет какой-то кусочек информации, про этих уважаемых наших, которые, ну, стараются быть прослойкой между нами и Боженькой, мол, вот вы сами-то, у вас ничего не получится, а вот нам отстегните, и мы за вас помолимся, и к оделым помашем за вас, за ваше здоровье, и смотрим, что вы, что, исцелеете. Вот таким образом, всего доброго, до новых встреч, вот такова она, японамать. Ну, там положительный много, да, по части сверху, тут императоров там, они более порядочные, да, чем многие.